Вторник в 12.10. Один из самых известных раввинов нашего времени, Манис Фридман, в прямом эфире отвечает на вопросы наших слушателей. Вы услышите мнение самой мудрой книги человечества, Библии, о самых сложных проблемах, стоящих перед современным миром. Присылайте ваши вопросы заранее на наш e-mail info.ruesa.fm или во время передачи по смс 347-460-0877. Ваши голоса звучат ясно и бескомпромиссно. Наша гражданская позиция проста и понятна. Наши общие цели благородны и чисты. РУЭСЭИ. Радио здравого смысла. WWPR 105.1 FM HD2 Нью-Йорк. WMIB 103.5 FM HD2 Майами. WIOQ 102.1 FM HD2 Филадельфия. Новости на радио РУЭСЭИ с Анной Титовой. Здравствуйте. Коротко о главных событиях к этому часу. Соединенные Штаты отправили Киеву первую партию энергооборудования на 13 миллионов долларов. Губернатор Алабамы распорядилась запретить госслужащим пользоваться ТикТоком. Оценочная капитализация SpaceX выросла до 140 миллиардов долларов. Теперь подробнее об этих событиях. Соединенные Штаты отправили первую партию своего оборудования для нужд энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации. По словам одного из собеседников агентства, в первой партии находится оборудование общей стоимостью приблизительно 13 миллионов долларов. По информации Reuters, груз был отправлен с одной из американских военных баз. Эта партия является составной частью пакета помощи объемом в 53 миллиона долларов, а выделение которой было объявлено в ноябре. По словам другого источника, на этой неделе из США будет отправлено еще две партии грузов. Наша стратегия сейчас заключается в первую очередь в том, чтобы помочь Украине защитить себя от целенаправленных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, потому что это может привести к гуманитарной катастрофе, утверждал один из чиновников, слова которого приводит Reuters. В конце ноября США заявили о выделении 53 миллионов долларов на закупку для Украины оборудования для энергосетей. В Вашингтоне отмечали, что пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы и прочее оборудование. Как уточнили в Госдепартаменте, новый транш помощи станет дополнением к 55 миллионам долларов, которые были выделены США ранее в качестве экстренной помощи на поддержку энергетического сектора Украины. Ведомство подчеркивало, что в целом с начала войны Вашингтон предоставил Киеву 145 миллионов долларов на ремонт, техническое обслуживание и укрепление украинского энергетического сектора. Губернатор штата Алабама Кей Айви распорядилась запретить работникам государственных структур пользоваться социальной сетью ТикТок на служебных устройствах из-за опасений, что их данные могут получить власти Китая. Об этом сообщило агентство Reuters. Айви дополнительно потребовала от всех органов исполнительной власти принять меры, чтобы социальная сеть не получила доступа к конфиденциальным данным сотрудников. Губернаторы штатов Индиана, Техас, Южная Дакота и Юта также сообщили о подобном решении. Они обосновали необходимость запрета тем, что платформа якобы собирает данные и передает их властям КНР. Ранее администрация президента Джо Байдена и ТикТок разработали предварительное соглашение о решении, касающихся работы платформы вопросов в области национальной безопасности Соединенных Штатов. Как ожидается, ТикТок внесет изменения в систему своего управления и безопасности данных без необходимости продажи платформы владельцам китайской технологической компании ByteDance. Стороны по-прежнему обсуждают возможное соглашение. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX планирует продать акции частным инвесторам по цене 77 долларов за одну ценную бумагу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди возможных покупателей. Ранее в СМИ появлялась информация о желании Маска реализовать акции компании по цене 70 долларов за штуку. По расчетам агентства, если исходить из цены 77 долларов за акцию, то оценочная стоимость SpaceX вырастет до 140 миллиардов долларов. В мае этого года компания привлекла финансирование в размере 1,7 миллиарда, продав инвесторам свои ценные бумаги. SpaceX была основана Маском в 2002 году. В числе ее разработок технология по возвращению на Землю отработавшие первые ступени ракеты-носителя. Для повторного использования, что должно сделать запуски существенно дешевле, на сегодняшний день SpaceX является самой дорогой частной компанией в США. С новостями к этому... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...